люблю такие переходы просто обожаю ель стоит с корнями здесь череп эмалированная кружка ребра а рад всех приветствовать снова мы с вами в короткой но полноценной поисковой экспедиции лес уже зашуршал листва сохнет сыпется это говорит нам о том что уже наступила осень то три месяца лета пролетела довольно быстро приехали мы с вами на локацию где были весной то есть есть у нас весенние фильмы весенний материал про это место где мы работали именно в поле то есть в самой бывшей деревне про нее мы рассказывали показывали поэтому можете посмотреть там довольно подробно все рассказано и показано что мы нашли как искали что из себя представляла деревня и так далее у нас сегодня экспедиция довольно не сегодня эта экспедиция довольно короткая и мы по плану отправляемся в лес то есть пойдем вдоль траншеи немецкой и в сторону высоты поиск этот будет довольно сложный в плане того что лес немножко дрянной в плане кустарника молодых каких-то осин берез и так далее каждый раз говорю и сейчас повторюсь ранее здесь были поля то есть вот этот небольшой кусок леса это был лес вот где ели еще стоят в целом же там дальше это были поля но на месте я покажу поля засеянные рожью и соответственно после боев все это запахивалась много много раз и искать там довольно сложно в частности сложно потому что опять-таки повторюсь там все заросло кустарником вот такими вот осиными молодыми березами ну искать все равно надо искать будем это принципе наш план на сегодня завтра не знаю что будем делать посмотрим как пройдет наш поиск сегодня в принципе еще хотелось бы конечно походить по полю по соседней деревне которая находится немножко по другой стороне пока она скошена но опять-таки говорю будем исходить из того что имеем то есть посмотрим как сложится это этот первый выход наш поиск будем проводить с помощью глубинного металлоискателя и щупа соответственно это вот идеальный тандем здесь для поиска потому что есть места где именно видны стрелковые ячейки это вот именно в таком лесу то есть лес который был во время войны здесь именно видны стрелковые ячейки там да там можно чисто щупом ходить и проверять стрелковые ячейки но там же где запашка идет в том кустарники в лесу там конечно глубины металлоискателя нам довольно сильно поможет все разгружаем машину и отправляемся в поиск вышли мы с татьяной александровной собственно говоря на траншею на которую собирались выйти и вот вдоль траншеи пошли как я уже упоминал сторону высоты то есть раньше вот это вот как раз были поля то есть я вам говорил как они будут выглядеть на самом деле то есть сейчас этот молодой лес но здесь еще довольно хорошо то есть кустарника такового нет если спуститься туда ниже то там уже идет полноценный кустарник с завалами и так далее то есть довольно тяжело идти и буквально сразу удалось нам обнаружить останки то есть под корнями идет сначала хвостовик минометки собственно говоря здесь же был обнаружен но потом немного расширив ямку тоже на кость но мы сейчас трогать не будем останки оставим до завтра потому что здесь довольно много корней то их надо вырубать чтобы аккуратно все это выкопать не будем здесь ничего мудрича с лопатой завтра возьмем уже топор и придем маленькую лопату как раз и придем уже полноценно спокойно отработаем принципе это место довольно интересное она мне собственно говоря и привлекала то что идет траншея здесь это траншея запаха на то есть ее нет она невидима но она где-то есть и вот она уходит туда внизину то есть а вот в низину уже собственно говоря видно как лес меняется то есть начинается этот кустарник труднопроходимый сейчас еще кстати покажу как раз недалеко был кусок брони большие вот собственно говоря и кусок брони про который я говорил попадаются из такие куски видно какую-то технику здесь разбил взлетелась она не знаю чья наша это или немецкая в общем место такое довольно интересное которое собственно говоря надо отрабатывать и вот еще кстати говоря хотел рассказать по поводу самого поиска почему я говорил что здесь результативнее искать именно с глубинным металлоискателем и щупом то есть самим щупом здесь поработать довольно тяжело вот останок например верховой никакой там не приемка ничего такого толком нет земля сейчас по осени здесь очень твердая и пробитию щупом очень трудно ну металлоискатель вот цепляет всякие воронки какие-то хвостовики и так далее уже их собственно говоря отрабатываем в принципе все походим поищем уже немножко походите поискали и принципе пойдем в лагерь отдыхать а завтра же вернем сюда будем заниматься эксгумацией останков вот так как раз и выглядит лес через который приходится пробираться еще вот эти лосины чем улетел осиные клещи мухи эти тоже одолевать довольно много здесь угодяй ползает везде и вся про что я говорил что дрянной лес утро следующего дня отправляемся из джунгли самую высотку ребята должны идти что-то мукат забурились непонятно с усанин идет люблю такие переходы просто обожаю а нашу вроде более-менее пошло ведь ненадолго сейчас там опять начнется в ураке такой прекрасный лес здесь и когда бывшие поля дошли до места и собственно говоря начинаем процесс эксгумации который весьма затрудняет нам вот эти вот все корни ты еще хорошо сашка приехал потому что я к сожалению даже наполовину могу выполнить свои обязанности здесь вчера палец довольно сильно так что вся надежда на александра ловко управляется топором лопатой так что надо определить куда он идет так в принципе да как я уже говорил принципе силуэт вот это то ли воронки то ли яма какой-то виден то есть мы ветки срубили то вот она прям контур точнее понятен будем освобождать от корней продолжаем эсгумация довольно непростой случай как обычно то есть останки уходят под корень под корень то есть вот она ель стоит с корнями здесь череп эмалированная кружка ребра тазовая кость и ноги потом заворачиваются и уходят под большую березу сейчас потихоньку будем доставать сами останки смотреть на предмет медальона медали или еще чего-то что поможет нам установление личности и потом будем пробираться туда под корни березы обкапывать ноги медали и и Субтитры создавал DimaTorzok Как пакетик Да, да, да Вот тот осколок, который внутри черепа был То есть в самом-самом черепе Поэтому, собственно говоря, видимо, мы и не нашли ни челюсти верхней, нижней только кусок остался Видимо, как раз этот осколок и надел делов Да Досталось все Закончили здесь с эксгумацией Попалось, в принципе, только множество осколков То есть очень много Ну, соответственно, как я вчера еще говорил, этот хвостовик от мина, видимо, вот от нее как раз осколки здесь и есть И где он здесь был Интересно, вот где карандаш этот То есть вот Самодельный Клопачок На карандаш Из гильзочки Гильза ТТ Наш Боец из нее сделал себе Карандаш Обрывки маленькие, прям кусочки бумаги попадались в линейку Но пустые, не написано, ничего на них не было Вот К сожалению, личность бойца Установить не удалось По-моему, я тоже в каждом видео говорю Ну, такие вот особенности Сорок третьего года И, собственно говоря, здешних боев спас Деменских Ну что, дорогие друзья, вот и подошла К завершению нашей экспедиции Немножко не по плану, она была В связи с повреждением моей руки Разорванного пальца этого Сразу скажу, что повредил я ее бензопилой Такое бывает Поэтому всегда соблюдайте технику безопасности Ну вот, вышло неаккуратно Ладно, не в этом суть Сашка пошел еще походить до вечера на край поля Где мы тоже поднимали солдата Погулять, пока есть такая возможность Вечером, скорее всего, поедет тоже домой Сашке огромное спасибо Если бы не он, конечно Мы бы, скорее всего, останки Не скорее всего, а точно Останки бы не выкопали То есть, у меня рука, к сожалению, не работает Очень болит И поэтому не было бы возможности В тех корнях выкопать останки И провести нормальную полноценную эксгумацию Поэтому мы бы просто перенесли эту эксгумацию Немножко на другое время То есть, через недели-две бы, наверное, пришлось приезжать и докапывать А вот Александр как знал Как чувствовал, что нужно приехать Хотя, повторюсь, мы его не ждали Он написал заранее, что у него не получится приехать Но получилось Вчера в ночь приехал и сегодня очень сильно помог За что ему огромное спасибо Ну, в целом, все, что планировали, отчасти, мы сделали То есть, исследовали как раз часть траншеи Вдоль траншеи, где нашли солдата Ну, единственное, еще вот хотели погулять по полю По соседней деревне поискать Но, видно, не судьба В следующий раз Поедем Оставим на следующий раз Если опять-таки будет такая возможность Поэтому, в принципе, все На улице Вроде бы как осень Но по-прежнему очень жарко Комаров нет Но есть зато лосиные клещи Вот эти мухи, которые боком такие ползают Доставляют довольно много дискомфорта То есть, они залазят под все, что можно То есть, под футболки, под кители Под какую-то одежду В общем, и В общем, неприятно Лес, как я уже показывал Здесь как раз-таки довольно-таки дрянной В плане вот этого кустарника И здесь с этими вот лосиными клещами Лосиными мухами, как их кто только не называет Проблем нет В достатке Но нет комаров Но это особенности поиска Ничего в этом такого нет Просто к этому надо привыкать С этим надо работать Ну, а мы, в принципе, все Собрались Таня уже уехала Я, к сожалению, опять-таки Из-за непредвиденных обстоятельств Вынужден уехать тоже сегодня Хотя Собирался вроде бы как завтра уехать Ну, ничего страшного Такое бывает Думаю, рука быстро заживет Быстро залечим Дома это все гораздо легче делается, чем в полевых условиях Поэтому Всем большое спасибо Кто поддерживает наш поисковый отряд Кто смотрит нас Кто пишет нам сообщения, комментарии, пожелания Вот Всем большое спасибо, ребят Всем жму руку Обнимаю Еще увидимся Так что До новых встреч И в завершение, друзья Еще хотелось бы Небольшое такое отступление Записать То есть Даже просьба Наверное, это больше Ребят, пожалуйста После своего отдыха на природе После работы на природе Это касается поисковиков Туристов И всех Кто так или иначе Ездит на природу Отдыхать Я знаю, нас смотрят разные люди Разные ребята Не только поисковики Пожалуйста Всегда оставляйте после себя Чистоту и порядок Не надо загаживать лес Не надо загаживать свои лагеря поисковые И так далее Вот этот лагерь у нас стоит уже несколько лет Вокруг Здесь Абсолютно ничего не замусорено Ничего лишнего Нигде не валяется Там вот ямка Это наш холодильник Это Вот Просто воронка Под елкой Она здесь До нашего приезда была Там мы вырыли холодильник Здесь У нас соответственно стол стоит Вот Две баклажки воды Мы оставим их здесь То есть Мало ли кому-то что-то Кто-то забредет Или кому-то просто нужно будет Лишний раз умыться Вода хорошая Питьевая Колодезная Это баклажка покупная Пожалуйста Пользуйтесь Дрова Пожалуйста Оставлены дрова То есть Кому надо Разводите костер Вот Костровище Чистое Пожалуйста То есть Не надо мусорить Не надо загаживать природу вокруг Чтобы Был здесь полный свинарник Пускай будет чистота И порядок Редактор субтитров